Привет всем, с вами Мила Хейл, и я сейчас вас приглашаю на экскурсию, пойти вместе с нами на экскурсию в Капитолий, штата Техас. Это в столице штата, в Остине, и мы сейчас едем по дороге как раз в Капитолию, и я вам чуть-чуть расскажу про Остин. Остин это столица Техаса, это четвертый по численности населения город Техаси, он не очень большой, где-то в районе 800 тысяч жителей, и он такой типичный в общем-то для всего Техаса город. Вот видите, такие вокруг даунтауна, мы сейчас едем в даунтаун, и вокруг даунтауна вот такие малоэтажные строения, и когда ты едешь по дороге по направлению к центру города, то в перспективе появляются вот такие вот небоскребы, видно, что ты едешь в даунтаун. Это тоже типично для американских городов, также и для Далласа. Вот мы сейчас приближаемся, вы уже видите, там появляются такие большие строения. Остин это такая, как сказать, его называют кремниевой долиной Техаса, вернее даже не долиной, а кремниевые холмы Техаса называются. Почему? Потому что здесь это такой город, где сконцентрировано много компаний, высокотехнологичных компаний, IT-компаний вот таких вот. И поэтому его так и называют, как Калифорния кремниевая долина, а здесь называют кремниевые холмы, потому что город, он как бы делится на две части. Одна часть такая плоская, равнина, а другая часть это такие холмы, даже небольшие горы в общем-то. Здесь в Остине располагаются офисы компаний, вот некоторые из них, которые так на слуху, да, это Apple, Cisco, eBay, PayPal, Google, IBM, Intel, Texas Instrument, Oracle. Вот такие вот компании. Кроме того, отсюда пошли магазины здоровой еды, Whole Food Market. Именно отсюда вот начиналась сеть вот этих магазинов по всей Америке. Кроме того, Остин это не только вот такой центр высокотехнологичных компаний, это еще и такой студенческий центр. Здесь в университете учатся 50 тысяч студентов и аспирантов, если вместе считать. Здесь старый университет, это университет, который входит в лучшие университеты США. И кроме того, это такой музыкальный центр и еще это такой центр, откуда, я уже говорила, здоровую еду, да, отсюда пошла вот эта вот сеть. И здесь, это один из первых городов, который начал вот это движение зеленое, да, вот неиспользование пластиковых пакетов для упаковки продуктов. Когда в маркете вы покупаете что-то, здесь не складывают вам пластиковые пакеты, потому что считается это очень вредно для природы, только в бумажные какие-то пакеты, которые сделаны уже из чего-то там, из отходов, да, то есть вторичное такое производство. И еще одна интересная деталь, с точки зрения политической жизни, вообще Техас, он относится к таким штатам, которые как бы оплот республиканской партии. Техас голосует обычно за республиканцев, весь Техас, а вот в Остине, сам Остин, это такой вот островок демократической партии, здесь больше приверженцы к демократической партии. И вот мы приближаемся к Капитолию, видите, это здание такое красивое, в таком же стиле, построено как Капитолий в Вашингтоне, правда на 14 футов выше, чем Капитолий в Вашингтоне. Ну, Техас, Техас любит все самое большое, это второй по величине штат после Аляски и второй по количеству населения штат после Калифорнии. Так, мы идем с Вами сейчас прямо в этот Капитолий, в него можно входить бесплатно там гулять, где хочешь, можно получить экскурсию, можно взять такой путеводитель небольшой. В общем, короче говоря, вот мы сейчас приближаемся, мы подходим к двери, я пытаюсь сообразить, что у меня в сумке, нет ли каких там острых предметов, ножиков и так далее. Я вспоминаю, что у меня пилка для ногтей в сумке, но, в общем, я знаю, что здесь проверяют, естественно, здесь проверяют вещи, ну, как в аэропорту, но, как потом оказалось, ничего страшного тут нет. Все просветили, никакую пилку мне, ничего мне про пилку не сказали, все нормально. Вот, и еще забыла сказать, что это все происходит в январе, это 7 января, когда мы были с сыном, как раз вот в Остине один день. Вот сейчас мы входим в это здание, и сейчас посмотрим, что там внутри. Солидное очень здание, такие огромные двери. И вот мы входим. Экскурсию мы не брали, мы просто взяли вот этот путеводитель, такую брошюрку и пошли. Вот здесь интересно, что это рабочее здание, там люди работают, то есть нормальная, здесь законодательная власть, и в то же время вот здесь сейчас будет отдел, как это сказать, финансовый отдел, что ли. Вот там, видите, я заглянула туда, вот там люди, это место, где разные компании регистрируются, то есть это рабочее здание функционирует, как обычно. Люди просто тут ходят с экскурсией. И вот эта вот красота, посмотрите, какие там балкончики, вот такой вот купол. Как он красивый изнутри. И в ротонде Капитолия есть портреты всех президентов, сначала республики Техас и губернаторов Техаса. И здесь же в этом фойе находятся скульптуры Сэма Хьюстона и Стивена Остина, которые считаются основателями Техаса. Но я тут не подходила, потому что здесь экскурсия была, и я уж не стала снимать. Сейчас мы вот пойдем сюда, в коридоры, это рабочее тоже помещение. И здесь вот где-то мы подходили, и там был кабинет секретаря штата. Секретарь штата это такая официальная должность в правительстве Соединенных Штатов. Я почему это знаю? Потому что я сюда отправляла несколько раз письма. Тут есть такая... Если мне нужно, например, доверенность, была у меня такая нужда в доверенности, мне нужно было дочкам отправить доверенности, значит, я иду в свой банк, где меня знают. Там обычно бывает нотариус, который может заведеть этот документ, бесплатно причем это делается. Дальше я этот документ отправляю вот сюда, в секретарю штата, в Остин. И мне он ставит апостиль. Апостиль, знаете, такое, наверное, что такое, да? То есть соответствует американских законам этот документ. Вот мы сейчас поднимаемся по лестнице, по такой красивой. И... Ох, не туда пошли. Я думала, что пойдем налево, мы пошли прямо. Здесь заседают две палаты законодательные, как я сказала, Сенат Техаса и палаты представителей Техаса. А также это официальный офис губернатора штата. Капитолия была построена... Закончилось строительство в 1888 году. И сейчас это является историческим зданием, то есть музейный объект. С одной стороны это рабочий объект, с другой стороны музейный объект. Вот здесь вот Эротонди, я вам говорила, видите, портреты висят по кругу на всех трех этажах. Это портреты президентов республики и губернаторов. Здесь много экскурсий, как вы видите. Дети, студенты и из других стран экскурсии. И сейчас мы пойдем в палату, где заседает Сенат. Вот идем по коридорчику, проходим. Такие красивые вот это... Это двери вот с такими вот вверху, прям как окна так оформлены, да? Это двери такие очень красивые. И вот это Сенат здесь заседает. Но сейчас он не заседает, сессии нет. У них есть расписание этих сессий. И можно прийти в сессию и вот здесь с балкона, с второго этажа, слушать это заседание, присутствовать на заседаниях. Сейчас нет, сейчас мы зашли просто в пустой зал. Сейчас все депутаты разъехались, все сенаторы разъехались по своим округам. Работать с избирателями. Вот такой вот зал. Красивый очень потолок. Такие кнопки для голосования я рассмотрела на этих столиках. Вот это вот Сенат. Портреты, фотографии, такие большие картины. Вот видите, вот это вот фотографии в таких рамках. Их очень много. Здесь, так я поняла, что фотографии эти в каждом зале есть, в каждой палате есть эти фотографии. Там и в коридорах висят. Это фотографии депутатов разных созывов. Вот это вот тут рассматриваем. Тоже рабочий кабинет. В общем, ходим, гуляем. Сейчас мы пойдем на балкончик. Это мы поднялись уже по лестнице и прошли туда на балкончик. Вот, давайте посмотрим, что у нас тут с балкончиком. Вот здесь можно присутствовать именно на заседании. То есть там идет заседание, можете слушать, смотреть. Как это все происходит. Сенат мне сказал, обязательно схожу. Узнаю расписание этих сессий и обязательно схожу на заседание. Будет очень интересно. Это мы уже пришли в подземную часть. Спускаемся мы в подземную часть. Я не сказала еще про пожар. В 1983 году был пожар. И долго очень, ну, сильный пожар. Там архивы горели, бумаги. Там восточное крыло было разрушено. И только через 10 лет полностью все восстановили в 1993 году. А в 1994 году построили еще подземное помещение, которое по площади даже больше, чем вот то помещение официальное. Там 4 этажа под землей. Вот мы сейчас как раз по этим этажам тут ходим. Вот здесь вот про 6 флагов еще я вам не рассказала. Вот это вот 6 флагов Техаса. Я только перевернула вверх ногами. У меня получается не с той стороны зашла. Вот такая мозаика здесь. Здесь, если сейчас успею, то расскажу про эти 6 флагов. Здесь мы просто ходим вот по этим подземным помещениям. Здесь уже больше видно служащих. Было видно, там меньше как-то гуляют. Здесь явно, что это такое рабочее помещение здесь гуляет. Вот тут еще один этаж. И всего таких 4 этажа. Почему подземные построили? Потому что не хватало уже места. А надо было... Ну, нельзя было фасад, вид на Капитуле менять. Вот фотографии я вам здесь показываю. Это фотографии разных созывов, депутатов разных созывов. Что меня удивило, там вот... Я как-то пропустила это место. В общем, короче говоря, здесь дети. Вернее, не дети, внуки. Почему-то внуки депутатов. Вот в серединке прям внуки депутатов. Фотографии внуков. Я думаю, что такое тут придумали. Оказывается, это как бы традиция такая. И в самых старых фотографиях еще с 19 века, там 1860 какого-то, восьмого что ли года первые фотографии были. Уже были вот эти фотографии вот именно с внуками. А это вот большой зал, где по кругу расположены очень много таких стендов с фотографиями людей, которые имеют награды Соединенных Штатов Америки. И каждому посвящено такое небольшое место, каждому отведено. И здесь вот все, все эти люди, которые были когда-то награждены тоже, начиная с каких-то, там, с 19 века, с 1860 какого-то года. Да, это Техасы, которые были награждены орденами. А сейчас мы выходим из этого здания. И с северной стороны вот такой вид красивый открывается. Мы ходим в том месте, где подземные этажи, 4 подземных этажа. А сейчас мы пойдем гулять по городу. КОНЕЦ ФИЛЬМА КОНЕЦ ФИЛЬМА